Поклад желает 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 Недавно открыл Я великую тайну В моих неудачах виновен я сам У сердца двери устоит не случайно Желая войти и исправить все там Когда дверь открыта, он тихо заходит Обетеленную с любовью творит Беду от меня милосердно отводит От зла и падений ограда ищет Я жду этой встречи Ничто так не мило Успех обеспечен Молитвой одной Победно пройду я Потом пиунылой Когда в моем сердце Живет Дух Святой Ты выглядеть можешь Довольно прилично Красиво молиться И в церковь ходить Но жить без креста И не знать Бога лично Печальней удела Не может и быть Я жду этой встречи Ничто так не мило Успех обеспечен Молитвой одной Победно пройду я Потом пиунылой Когда в моем сердце Живет Дух Святой Апостол Павел В своем послании Очень четко и ясно Кое-где делает акцент В Церкви Божьей на одну истину Призывая детей Божьих к молитве Он говорит Непрестанно молитесь После говорит молитесь о нас братья В другом месте опять призывает К молитве Чтобы бодрствовали В молитве Вы знаете И следя за всю историю Апостола Павла Его служение То Его жизнь и духовное служение Оно соприкасалось Или сопрягалось И отождествлялось С постоянной молитвы Я бы хотел рассказать О Немного о нашем служении Мне конечно сегодня Очень приятно Также здесь Что мы встретились И с нашими друзьями С которыми мы были В одной церкви Илья Гаврилович И Ларсти И брат Анатолий И брат Алексеев Очень приятно Что здесь мы Встретились Как-то Господь даровал нам Эту встречу И приятно Что мы можем быть И в этот вечер вместе Но я бы хотел Дорогие друзья Вам Засвидетельствовать О том Что наше служение Заключается Благовестии Погибающему миру Образование Или содействие Образование Новых церквей Мы совершаем служение В Молдове И так же За пределами Молдовы Несколько лет Мы совершаем служение Среди мусульман Проводили и участвуем В евангелизациях Это в Турции Среди мусульман Также в Ираке Мы имели И имеем эту возможность Совершать Служение В Болгарии В Греции В Македонии И так же Господь Вот Призывает И открывает Двери На этот год Служения Которое Должно Совершаться Опять же В Турции В Ираке В Ливане И в Кении Мы Хотели бы Рассказать вам С единственной целью Участвовать И поддерживать Нас В молитве Я бы Начал С Болгарии Господь Открыл Двери Болгария Это Славяне Образованные Люди Страна Считается Христианской Но они Далеко Сердцем От Господа Из 7 Миллионов Населения Только 7 тысяч Протестантов Из них Только 3 тысячи Баптистского Нашего Братства И Полторы Тысячи В основном На Юде Где Бог Совершает Свою Свою Работу Нам Приходилось Участвовать Среди Братьев Помогать В служении И конечно Хотели бы Напомнить Молитесь Об этой Стране Поскольку Мы Ограниченным Временем Мы хотели бы Сказать Немного И о Греции Набожное Греки Считают себя Ортодоксальными Христианами Они Очень Почитают Деву Марию Она У них Наравне С Богом Сыном И С Духом Святом И Четвертое Это Святыня Это Дева Мария И конечно При беседах Это нужно Быть Очень Осторожным Чтобы Не Сказать Огорчить Деву Марию Вот Но Устан Казалось Что Близкие Христианская Сторона Но Сердцем Долети Долети От Господа Очень Мало Есть Наших Братских Церквей Но Слава Богу Что Есть Даже В Афинах Три Русских Групп Церквей Сформировались И Сейчас Развиваются Когда мы совершали В этих местах Служение Вот Позвонил Брат Из Турции Говорит Брат Сергей Вы должны быть Среди Мусульман Хватит Вам Топтаться В христианских Странах Среди Мусульман Здесь Есть Нужда И Мы Оказались Наше Служение В Турции С 1450 Года Турция Стала Османской Империи Слово Божие Было Закрыто Для Благовестия Где Были Церкви Из Византийской Империи И Вы знаете Что Нынешний Стамбул Это Бывший Константинополь Где Там Собирались Можно Сказать Столпы Веры Сегодня Сохранился Храм Святой Софии Где В этом Храме Принимались Некоторые Принципы О Веручении Евангелия Но Закрыто Это Столетиями Страна Для проповеди Евангелия Я бы хотел Сказать Что Сам Радикальный Мусульманизм Это Чисто Одержимые Люди Когда Беседуешь С ними Об Иисусе Христе То Сразу Видно Симптомы Этой Одержимости Когда Напоминаешь И говоришь Слово Иисус Христос Глаза Начинают Краснеть Наполняется Кровью Лицо Искажается Они готовы Разорвать Они не могут Переносить Слово Иисус Христос И в этом И Их Неодержимость Но Представьте себе Братья и сестры За 450 Лет Сегодня Бог Открыл Двери В этой Стране Сегодня Мы Можем Совершать Служение Мы Бог По милости Дал нам Эту возможность Где мы Впервые Могли Совершать Евангелизацию На Центральных Улицах Стамбула Я хотел бы Если есть Оператор Можете Включить Пожалуйста Некоторые Фотографии Мы Хотели бы Показать Из наших Служений Слово Божие Живо И Действенно Я бы Хотел Привести Пару Примеров Из Братьев Где мы Трудились На Юде Турции Возле Анталии Один Брат Раздавал Евангелие И когда Он Раздавал Евангелие То Подошел К нему Один Дорог С Матедонии Господь Как-то Даровал Эту Возможность То Многие В многих Городах Македонии Были Организованы Служения На Центральных Площадях Вот Такие Служения Проходили В городе Велес На Готино Скопье Столицы Македонии И Другим Это На Площадях Каждый Вечер Где Собирались Люди Чуть Быстрее Можете Фотографии Да Да Собирались Люди И Таким Образом Проходили Служения Македонцы Конечно Им приятно Было Когда Обращались К ним Македонцы Слушайте Слово Господне Южная Часть Болгарии Здесь Совершались Служения В Гоце Дельче В Петрич Сандансте Служения В церквях Вы видите Эта группа Это Последнее Наставление Перед Крещением Это Обращенные Из мусульман Те Которые Приняли Господа Как Личного Спасителя Служение Здесь Совершалось В Грах Где Не было Даже Церкви Это Было В таком Месте Чтобы От Безопасности От Того Чтобы Не сделали Вреда Их Близь Это Служение Среди Цыган Сакарпатья И Именно Среди Русскоязычных Приглашали Людей Здесь В этой Церкви Где-то Когда-то Сперджин Был На Освящении Этой Церкви Это Было Здесь Благовестие Мы Мы Очень Рады Что Многие Соотечественники Впервые Пришли На Эти Служения И Посегодня Некоторые В церкви Служения В Афинах Есть Русские Церкви В Афинах Также И Греческие Церкви Служения В Турции Вот Мы Так И Начали Служение На Улицах Турции Стамбула Центральная Улица Таксимум Если Вы Видите Рядом Несколько Там Два Автобуса Это Были Автобусы Наполнены Полицейскими Вот Их Они В автобусах А Возле Них Стоял Часовой С той И с другой Стороны Охраняли Этих В автобусах А вот Здесь Они Просто Нам Сказали Поближе К ним 70 Метров Были Где-то От них Власти Дали Разрешение На Проведение Этого Служения И Также Обеспечивали Безопасность Вот Конечно Почему Такая Можно Предосторожность Потому что Не раз Совершались Теракты Вот Видите Улица С таксиумом Это Центральная Улица Стамбул Стамбул 16 миллионов Человек Здесь Десяти тысяч За день Проходят По этой Улице И вот Начинали Служение Прямо На Одном Месте Там И на Втором Месте Или на Третьем И народ Начинает Собираться И хочешь Не хочешь Образуется Такая Пробка И люди Останавливаются Слушают А в это Время Братья Раздают Евангелие Евангелие Туркам Евангелие Мусульманам И Мы Очень рады Что за Прошлый год Было Роздано 22 тысячи Евангелий 120 штук Вот так Некоторые Впервые В руки Брали Евангелие И они Свидетельствуют О том Что впервые В жизни В руках Держат Слово Божие Это наши Сестры Одеты Были Так Чтобы Не было Различия Большого От Турецких Девушек И Конечно С той Целью Чтобы Воспринималось Служение В Ираке Я бы хотел Сказать В Ирак Было Первое Служение Это В прошлом Году В городе Эрбеле На месте Вы Там В той Фотографии Видели Что когда Заходили На территории Каждого Обыскивали Каждого Проверяли Вот Проходили Через Специальную Кабину Чтобы Могли Ну Проверить Нет ли Наличия Оружия Это То что Вы Видите Проходило В одном Моле В Ираке Евангелизации А Здесь Представили Конечно Охрана Охрана Состояла Из трех Человек Где Сделали Нам Зону Безопасности Окружили Нас Ленты Сразу За считанные Минуты Собрались Очень Много Людей В основном Мужчины Женщины Со стороны Только Наблюдали И Вот так Проходили Эти Служения Я бы хотел Сказать Дорогие Друзья Что Среди Всего Этого Как Говорят Что Неприступные Эти Люди Это Долети От Господа И все Так Мы Видим Как Бог Совершает Свою Работу Я бы Сказал Несколько Слов Об Ираке Наш Друг Салман Который И Организовал Эти Служения Приглашал Нас Три Раза Он Был Похищаем Третий Раз Он Лежал На полу Наги Раздетый Завязанными Глазами И говорит Зашел Один Из боевиков И Сдернул С меня Повязку С глаз И Приставил Дуло Автомата К голове И Я понял Что Это Уже Конец Я Только Возопиял Господи Если Можешь Дай Мне Жизнь Я Так Хочу Послужить Тебе А в Это Время Послушались Шади Там Военные Делали Зачистку Увидели Одежду Одежду Поняли Что Здесь Есть Люди Начали Искать Эти Услышали Оставили И Его И Убежали Сегодня Брат Среди Нас Служит Господу Он Говорит Я могу Ехать В другую Страну Но Кто Здесь Будет Проповедовать Среди Нашего Народа Среди Своего Народа Я Хотел Сказать В Иерате Мы Почувствовали Реальную Опасность Когда Видел Группу Настроенных Мусульман Что Что-то Обсуждали Они Между Собою Открыто Вот Я понял Что Речь Идет О нас Я только Говорю Господи Помоги И Сохрэм Я Как Родитель Конечно Переживал Из-за Своих Детей Из-за Семью Но Мы Придались В руки Господа Я хочу Сказать Что мы Ехали В Ирак Мы Не говорили Друг С другом Вот Но Каждый Из нас Переживал И Понимали Что Наверняка Могут Могут И Не Все Вернуться Оттуда Такое Чувство Было У нас И В Турции Когда Мы Проводили Служение На Одном Из Острова Съяли 2000 Евангелия Поехали Пароходом Возле Стамбула Есть Остров И Мы Стояли Так Вместе И Одна Девушка Пришла И Прямо же К нам Вот Мы С Семьей Стояли Она Ворвалась Прямо В наш Круг Вот С одной Сумкой И Первая Мысль Которая Появилась У меня Это Смертница Мне Пришлось Только Сказать Детям Уходите Тихонечко По одному А я Смотрю В руки Ее руки Она держит Эту сумку И Думаю Ну Хотя бы Если Полезет В этой Сумке Или что-то Вот Хотя бы За руки Ухватить Ну Не знаю Чтобы Было Это Чтобы Успел Бы Я Сделать Но Слава Богу Что Бог Помиловал Дорогие Братья Сестры Сегодня Слово Божие Живодейственное И мы Свидетели Этому Как Бог Работает Как Слово Божие Возрождает Душ Этот Брат Который Я говорил Салман Из Ирака Он Мусульманин С Багдада Ему Только Сказали Что Иисус Христос Дает Жизнь Он Говорит Зачем Вы Мне Говорите Я Мусульманин Ему Сказали Христос Дает Жизнь Но Он Свидетельствует Что Я Не Успокоился Эти Люди То Что Мне Сказали Об Этому Христе Мне Не Дало Покоя И Прошло Определенное Много То есть Времени Это Целый Процесс И Только Тогда Когда Я Принял Иисуса Христа Как Личного Спасителя Только Тогда Мир Заполнил Мое Сердце Я Сказал Своим Братьям О том Что Я Стал Христианин Один Из Братьев Вытащил Пистолет Приложил Груди Чуть Не Застрелил Его Я Так Понял Что Мать Вмешалась Ему Сбегством Пришлось Убегать С Багдада И Он Казался В Бухаресте Где Мы Там И Встретились Брат Джордж Один Из Братьев В Турции Раздает Евангелие На пляже Где Отдыхают Много Неверующих Людей Он Подошел Дал Евангелие Одному Турку Который Раздает Зонтики И Вот Эти Кровати Для Отдыхающих И Он Говорит Я Заметил Такую Ехидную Улыбку Он Взял Это Евангелие Так Посмотрел Но Ничего Не Сказал Через Два Года Я Оказался В Виталий Извиняюсь Потому Что На Очереди Италия Через Два Года Я Оказался В Анталии И Говорит Среди Групп Христиан И Подходит Один Турок И Говорит Я Тебя Узнал Приветствую Тебя Брат Тебя Узнал Вот Ты Мне Дал Евангелие Брат Говорит Ну Извини Мало Ли Я Очень Многим Раздавал Евангелие Не могу Всех Помнить Он Говорит А я Вас Хорошо Запомнил Дело В том Что Когда Вы Дали Мне Евангелие Я После Этого Три Дня Искал Вас Ножом По Берегу Этого Пляжа Я Хотел Вам Сделать Слов А Сейчас Через Два Года Он Приветствует Его Как Брат Три Дня Искал Не Мог Найти А После Времени Было Читать Евангелие И Вот Что Сделало Евангелие Что Делает Слово Божие Как Оно Возрождает Души И Слово Божие Живо И Действенно И Исаия Говорит Пророчести Я Проложу Дорогу В степи Там Где Шакалы И Звери Полевые Звери Они Прославят Меня И Дам Воду Живую Дорогие Братья И Сестры Сегодня Находясь Или Ехать По Турции Есть города Большие Как Смирну Сардис Эти Библейские Города Где Когда-то Были там Церквя Но Эти Светильники Сдвинуты Сегодня Миллионные Города Где Нет Ни Одной Церкви Где Нет Христиан И Мы Когда Ехали По Турции По Южной Части Вот В Ирак И Обратно Вот Проезжая Через Этих Городов Через Этих Сел Я понимаю Что Не каждый Может И нет Этой Возможности Но Пришлось Поднимать Вот Так Руки И Говорить Господи Помилуй Людей Этого Города Коснись Кого-то Призови Ты здесь Твоих Детей Создай Церковь Твою В сентябре Месяце Было Назначено Эвентиляционное Служение Это В августе Минувшего Года Но Поскольку Были у нас Другие планы Это служение Мы организовали На сентябрь Месяц В сентябре Месяце Власти Стамбула Дали нам Разрешение Провести Служение Вот На центральной Улице Стамбула И так же И на острове Вот Когда мы Собрались Ехать на Служение Оказывается Поднялся Мятеж В связи С нашумевшим Этим Фильмом Которые Были Возмущены Мусульмане Вот Оскорбили Ихнего Пророка И конечно Во многих В Азии Были Манифестации Разъерезные Мусульмане То есть Были Очень Очень Злые Здесь Подходит Время Проводить Эту Евангелизацию И Встает Вопрос Как Ее Делать Вроде Разрешение Дали Основания Отменять Ее Нет Но Идти Туда Там Где Разъеренные Люди Мусульмане Это Небезопасно И Пришлось Высказаться Братья Что Если Мы Отменим Это Будет Отступление Наше И Приходится Доверяться Господу Как Я Уже Сказал Что Тогда Когда Подошла Эта Девушка И Принял Ее За Смертницей Прежде Сего Мысль Как Встречаться С Господом Готов Ли Я Умереть За Господа Иногда Бог Испытывает И Веру Иногда Бог Испытывает И Силу Нашу Я Хочу Сказать Что Только Полагаясь На Господа Бог Может Делать Свою Работу И Когда Стал Вопрос А в Сентябре Месяце Проводить Эту Евангелизацию Или Нет То Стал Вопрос Опять же Нашей Веры Насколько Мы Можем Довериться Господу И Можем Пожертвовать Собой Для Господа Я Хочу Сказать Что Евангелизация Прошла Это Было 22 24 По-моему Сентября И Когда Мы Вышли На Улицах Стамбула Видим Этих Людей Эти Взгляды Которые Прожигают Ненависть То Есть Подходят Говорят Турция Не для Христиан Турция Для Мусульман Вот Такие Тяжелые Взгляды Вот Такая Непримиримая Вражда Но При Всем Этом За День Раздали Около 2000 Евангелия Нового Завета Подходит Душа Берет Евангелие Говорит Я Прочитала Коран Но Я Хочу Прочитать Евангелие Девушка Одна Пришла Берет Евангелие И Говорит Я Впервые В жизни Держу В руках Евангелие Впервые В жизни Другой Подошел Говорит Вы знаете Я мусульманин Но Я хочу Стать Христианин Что Мне Делать Как Мне Быть И Когда Видишь И Слышишь Вот Эти Все Свидетельства Понимая Что Даже В этой Буре Бог Делает Свою Работу Я Не Хочу Задерживать Время Но Бог Совершает Братья И Сестры Сегодня Свою Работу И То Что Делается Это Делается По Молитве Церкви Божьей И Действительно Находясь В этих Местах В этих Странах Это Чувствуется Что Находишься На Передовых Линиях В этом Году В январе Месяце Поскольку Проходили Евангелизации Вот За целый Год Было Принято Решение Мы Провели В январе Месяце Конференцию Я бы Хотел Сказать Братья И Сестры Что Действительно Господь Делает Свою Работу О Средствах Совершать Служение Конечно Кто-то Должен Закупить Евангелие Кто-то Должен Поехать Кто-то Должен Работать Мы Запланировали На сентябре Эту Евангелизацию С братом Джорджем Встретились Где Непосредственно Мы Организовывали Это Служение Он Говорит Мне Брат Сергей Ничего Не будем Делать Потому что У нас Денег Нет Говорю Брат У меня Тоже Нет Но Это Не Значит Что У Бога Нет Десять Тысяч Евангелия Нужно Было Закупить Это Десять Тысяч Долларов Нужно Было Для Закупки Евангелия После нашего разговора Четыре дня Или пять На пятый день Я точно Не могу Сказать Звонит Петр Федосеевич Из Харисенбурга Если знаете Брат Этого Ткачук И говорит Брат Сергей В нашей церкви Есть бизнесмен Который Хочет Пожертвовать Десять Тысяч Долларов На Приобретение Евангелия Я говорю Брат Это Ответ От Господа Но вы Сами Приедете И сами Лично С нами Будете Закупать Эти Евангелия Вот мы Встретились В Стамбуле Брат С этим Служитель С этим Братом Приехал Туда В Стамбул С Америки В Молдавии Подъехал Мы закупили Десять Тысяч Евангелия И говорю Брат Джорджу А это Ответ От Господа Здесь Нужно Еще Две Тысячи На Работу Чтобы Здесь Были Братья Чтобы Содержались Чтобы Могли Дорожные Расходы Оплатить Этот Брат Говорит Ну Если Десять Тысяч И он Не Десять Одиннадцать Тысяч Доллар Пожертвовал Говорит Ну Если Здесь Столько Пожертвов То Еще Две Тысяч Братья Если Одиннадцать Тысяч Дал То Еще Две Отдаю Совершайте Дело Божие И когда Мы смотрим Что Бог Делает И мы Понимаем Что Это Не наша Работа Но это Работа Господа И Бог Побуждает Душу Иногда Когда Мы Планируем И говорим Вот Было бы У нас Машина Было бы То-то Было бы То-то Были бы Средства Вот Тогда Бы Мы Делали Что-то И Средства Нет То И Дело Как бы Можно Сказать Что Под Сомнением Божие А Когда Мы Намечаем И говорим Что Будем Делать А Остальное Бог Усмотрит Вы Знаете Бог Усматривает И Бог Побуждает Даже Оттуда Где Не Ждешь И Не Рассчитывает Бог Делает Своё Дело В конце Января Были С братьями Витали Было Совещание О том Чтобы Развивать Работу Среди Русскоязычных В Европе До 2005 Года 7,5 Миллиона Наших Соотечественников Со всего Бывшего Союза Находится От Церкви Находится От Родных От Близких Находится В Европе А сейчас Их Наверняка Около 15 Миллионов И Стал Вопрос Вопрос о том Вопрос о том начал в одном месте служение больной, говорит, с трех человек, а сегодня в течение года уже около 60 человек. Образовалась церковь в Риме, то, что мы находились в Риме сейчас. Церковь в Неаполе, уже состоявшаяся церковь. И когда мне пришлось соприкасаться с многими душами, то это души, которые обратились к Господу там, вдалеке. Одна сестра говорит, я 20 лет проработала в одной компании главным бухгалтером. Я была волевой, гордой, надменной женщиной. Любила доминировать над всем. Мне одна работница подарила Библию. Наверняка ей где-то за 40 этой сестре нашей. Эта Библия 20 лет продлежала дома. Но вот приехала я в Италию, взяла почему-то Библию. И здесь Господь нашел меня. И одна сестричка свидетельствует, говорит, я гуляла в Неаполе по берегу и увидела одного человека с Библией. Я так захотела эту Библию. И он мне все-таки отдал. Эта Библия привела меня к Богу. Вот я в церкви. И я понял, конечно, и тревогу братьев, и нужду, что работу нужно продолжать в Италии. На этот год на сентябрь, до сентября месяца спланировали служение. Мы планируем служение совершать в Ирате, служение в Турции, также служение в Ливане. Это ближайшее время в этих местах, то есть есть нужда, где приходится помогать местам братьям в организации этих служений. Где-то летом братья пригласили совершать евангелизационные служения в Македонии среди македонцев, болгаров, а уже к сентябрю месяцев евангелизационные служения в Италии, это в Риме, в Няполе, и также в Турции, на лето в таких городах крупных, как Анталия, столица Турции Анкара и Стамбул. Дорогие братья и сестры, мы ничего не имеем и нам нечем хвалиться, только именем Господь. И почему мы говорим больше и имеем желание иметь наших друзей, братьев, сестер, молитвенников, потому что мы понимаем, что дело Божие совершается здесь на земле по молитве Церкви Божьей. и Бог прославляется. И только на небе мы можем увидеть труды и молитвы святых, как фимиан, возносятся к Богу. Я хотел перед заключением сказать один маленький пример, что, конечно, дьявол испытывает. Даже буквально находились мы сейчас три недели тому назад где-то в Риме и братья посетили Рим, братья, давайте в Неаполь, но нужно там в Неаполе образуются вот эти церкви, ободрить народ Божий. И мы поехали в Неаполь, возвращаемся с Неаполя в Рим, уже домой бодрые, то есть, что могли прославить Господа, народу Божьему послужили. Остановились только возле этого, остановились возле амфитеатра Колизея. Да. Ну, знаете, столько наслышались о не видеть Колизея. Вот был такой интерес. Мы оставили машину на стоянку, пошли возле Колизея посмотреть, где когда-то умирали наши братья. Где-то когда-то проливалась кровь. Где-то они заявляли всему миру о том, что воскресший Христос есть Бог. Мы прошлись, возвращаемся полной удовлетворенной такой радости, смотрим, а машина разбита. А посмотрели, а там все чемоданы взяли. Ну, чемоданы как чемоданы, а там три скрипти наши, и все инструменты взяты. Из них две скрипти 1700 года, по 300 лет, антиквариат. И просто Бог нам подарил их через одного брата. И сразу пришла нам здесь такой эжиотаж, но дети, конечно, переживали больше, чем я. И сразу меня на память стих за все благодарить, благодарить, когда мы впадаем в искушение, знаете, испытываешь себя. как благодарить. Я говорю, дети, вы знаете, что Бог победил дьявола на Голговском кресте, поразив его в голову. А мы можем одержать победу, помолиться об этих людях, которые сделали нам это зло. И мы совершили молитву, помолились о этих людей. И так мы уехали с миром, но с тревогой. Бог испытывает, Бог проверяет. Один брат собирается выходить, раздавать Евангелие по городу, это в Стамбуле, а приехал другой брат на работу, смотрит и говорит, ты боишься. Он говорит, очень боюсь. Потому что это знает, что такое. Мы проводили конференцию, где были там родственники этих братьев, которых убили, миссионеров в Турции. Если вы слышали, пару лет тому назад, их живыми резали. это просто неэтично может говорить об этом. Мы когда поехали сейчас в январе, там трое братьев с шестого на седьмого раздавали Евангелие. Трое. Там напали с ними вот с такими ножами, то, что мясо режут, истекли. Мы только там по ролике видели, как лежит брат на земле, и кровь, и Евангелие валяется вот в крови, полиция. И когда мы приехали, сразу же пригласили на это место молиться, совершать молитву, потому что через неделю придется совершать там евангелизацию. Вы знаете, братья, за многое время мы молились, но я не видел такого результата, когда мусульмане сами приходили брать из руки Евангелия. И когда этот брат посмотрел, говорит, ты боишься? Он говорит, да. Он говорит, я буду молиться. Брат говорит, я ушел с двумя чемоданами, и через два часа я уже освободился, раздал все Евангелие. Еще четыре часа там ходил по своим делам, где-то решал, через шесть часов он вернулся. И он увидел этого брата, находящегося на колене. Он как вышел, встал на колени, и пока не вернулся, он не встал с колен. И он говорит, я понял, в чем заключается сила и благословение. Поэтому, дорогие братья и сестры, даже и в церкви, если есть успех, если есть благословение, если есть в деле Божьем какой-то успех, это не случайность. Кто-то на коленях отстаивает эти благословения, кто-то на коленях молится и борется за этими благословениями, и Бог их дает. Наша просьба, молитесь о нас, о предстоящих служениях, молитесь о миссионерах в мусульманских странах, где сопряжены, это служение сопряжено с большими опасностями, но Бог это делает и возрождает души по молитве Церкви Божьей. Да будет возвеличен и да будет прославлен наш Господь, Он достоин славы. Аминь. Аминь. Братья и сестры, давайте мы встанем, вот сейчас мы услышали такое свидетельство перед нами, как вживую мы побывали во всех этих странах. Давайте мы сейчас помолимся, у нас день молитвы сегодня, помолимся о тех народах, это и Турция, и Болгария, и Македония, и Греция, Италия, Ирак, Ирак, и Иран, да, попросим Божьего благословения на эту семью, они совершают служение, это будет поддержка для них, это будет наша молитва Господа, Господь слышит молитвы и совершает свои чудеса. Давайте в коротких молитвах помолимся, пожалуйста. Божий наш, на вас благословения, я, 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 И сегодня мы слышим это, Господи, думают, что Бога в своей пьянке. Да, Господи. Это стимир Господи, Господи, который только это, как мы дали, в ладони, как Бог. И мысли, Господи, субтитры, честные души, и мысли, Господи, и сказали, что будет проповедано. Это Иван, и Василий, и все, что не будет, Господи, и приглянем, и скоро придет. Господи, Господи, вам никто не скажет, что мне не слегка не видит, Господи. Иисусе, дорогой, слава тебе, Господи, благослови, Господи, храни в руке, Господи, да будешь, что у всех расширяй, Господи Богу, твое почетство приближается. Это вы видите, что близко. Исказал, что скоро придет, Господи, в один день, как тысяча лет, Господи, а летом, в тринадцати год, в эти третий тысячи лет, и, Господи, приглянем. Господи, пробуждай народ, молодые души, проши покаяния, Господи, благослови, и все. Гласай народ, и все, Господи, прославься Бог за всём, какая строится, и все не видят, и все. Аминь. Аминь. Господь милосердный, благодарю Тебя сердечно за Сергея, за его семью, за то великое служение, которое Ты совершаешь через них. Я прошу и молю Тебя, Господи, благослови предстоящие поездки, как в Ирак, как в Ливан, так и в другие страны И сохрани, Господи, их и благослови, и пусть через это прославится Твое святое дневное имя Имя Бога нашего, Отца, Сына и Духа Святого. Аминь Аминь Господь мой и Бог мой, я благодарен Тебе, что могу с моими братьями и сестрами преклониться перед Тобой Я благодарю Тебя, Господи, что доселе Ты вел нас, и Ты сохранил нас Ты, Господи, испытывал, и экзамены, Господи, давал нам, чтобы мы сдавали их И Ты видишь, Господи, о том, что мы немощные, испорченные люди Ты видишь и знаешь, что мы не способны ничего сделать сами, Господи, без Тебя И благодарю, что Ты все это делаешь Ты, Господи, побуждаешь, Ты вдохновляешь, Ты даешь силу, Ты даешь бодрость, Ты даешь упование Ты, Господи, оправдываешь, очищаешь и освящаешь Ты и удостаиваешь быть Твоим наследием и быть Твоими свидетелями Я благодарю Тебя за все Я прошу Тебя, Господи, дай сила Оказывать верность Тебе в жизни, в хождении, в служении Помоги, чтобы отображать святость Твою Благослови, Господи, деток Дай им силы, мудрости, мужество, чтобы и дальше могли совершать это служение В этих местах, где, Господи, Ты призываешь Я прошу Тебя за народ Турции Ты знаешь, Господи, что там есть души Твои И помоги, Господи, и пошли еще многих миссионеров и свидетелей Чтобы распространялось имя Твое Помоги, Господи, и освободи многих от рабства дьявола Чтобы приняли Тебя как личного Спасителя Молю Тебя, Господи, за Ирак Ты знаешь, Господи, это положение детей Твоих там Переживание И Ты знаешь, Господи, эти семьи, которые остались без мужей своих Которые умерли за Слово Твое Святое Господи, посети вдов и детей ихних Господи, во имя Иисуса Христа услышь Я прошу Тебя во имя Иисуса Христа Также благослови и в Ливане, братьев И предстоящие служения, евангелизации, которые планируются Ты благослови Твоих детей в Сирии, Господи Ты знаешь, на каком положении там Твои дети Укрепи их и там И во многих-многих, Господи, мусульманских странах Укрепи благовестников, миссионеров Призови многих грешников, Господи, к покаянию И, Господи, призови многих, побуди многие сердца Чтобы могли на руках молитвы поддерживать, Боже, тружеников на небе Твоей Ты говоришь о том, что Церковь Твоя едина И мы все имеем, Господи, взаимоскрепляющие связи Духа Твоего Святого И мы нуждаемся друг в друге Благослови, Господи, нас И да будешь Ты возвеличен и прославлен За все, Господи, благослови поместную церковь Твоими благословениями Благослови братьев, каждого, Господи И молодежь, и детей Благослови, Господи Тебе слава и хвала Наш Бог, Отец, Сын и Святой Дух Амин Аминь, слава Господу Братья и сестры, я думаю, мы сегодня И в молитвах будем поддерживать Брата, его семью И молиться об этих странах Мы материально поддержим В конце служения Сейчас присядьте Брат Сергей, у вас еще есть что-то Петь, рассказать? Пожалуйста, да Мы не знаем, братья и сестры Способны ли вы воспринимать Время, поскольку истекло Но мы хотели исполнить Два димна То, что мы исполняли Среди мусульман Это на азиатском колорите Будет исполнен гимн И второй гимн Будет на греческом языке Это будет Смысл этого псалма О том, на греческом Что Иисус Христос пришел Он умер на кресте Он вознесся и воскрес И опять придет Встретит свою церковь на облаках КОНЕЦ 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Яп substances ДимаTorzok 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 Нас зовут христианин, Он христианин, Он христианин дал нам новое имя. Нас зовут христианин, Он христианин дарует прощенье, мир и радость и твери. Нас зовут христианин, Он христианин дарует прощенье, Он христианин дарует прощенье, мир и радость и твери. Нас зовут христианин дарует прощенье, Он христианин дарует прощенье, мир и радость и твери. Это от души, как для Господа. Давайте помолимся. Господи Иисус, мы благодарны Тебе за Твою милость и любовь к нам, за то, что Ты, Господи, спас нас по милости Твоей. Провел кровь Свою невинную за нас грешных, Господи, чтобы сделать нас Своими детьми. И сегодня мы исповедуем то, что мы получили Твое прощение и Твое усыновление и Твое наследство. Слава Тебе, Господи! Мы благодарим Тебя, что Дух Твой Святой сегодня объединяет нас. Мы благодарим Тебя за Слово Твоей жизни, которое сегодня возрождает к новой жизни людей. Мы благодарим сегодня за эти свидетельства, Господи, о том, как Ты сегодня распространяешь Евангелие через Своих детей, Господи, в разных странах. Особенно сегодня, Господи, очень трудный путь достичь мусульманских стран и людей, которые, Господи, не знают Тебя, и для которых закрыт путь к евангелизации. Господи, мы просим Тебя, благослови, Господи, чтобы еще многие узнали о Тебе. Благослови наших друзей, Господи, Сергея с его семьей, и других, кто трудится и подвизается в этом служении. Дай, Господи, твердой веры и держновения, Господи, продолжать это служение, будь охраной и защитой, Господи, и упованием. Пошли все необходимое для этого служения, Господи. Благослови, чтобы наши сердца также были расположены, чтобы поддерживать, помогать и молитвенно, и материально такое служение во славу Твою. Благослови церковь нашу, Господи, чтобы мы возрастали духовно, чтобы мы, имея сегодня многое, очень многое, Господи, чтобы мы были жертвенны, чтобы мы были, Господи, расположены служить Тебе и отдавать все сердце свое для Тебя, Господи. Даруй нам искать славу Твою во всю нашу жизнь. Благослови нас и будь за все прославлен. И благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, братья и сестры, будем расходиться. Поприветствуйте гостей наших, обнимите их, скажите, что вы любите их, скажите ваши добрые слова, пожалуйста.